ну вот она светится вся переливается огнями яркими красочными смотрите какая подсветка у кремля сегодня замечательная гум ярмарка я так понимаю то ли открылась то ли не открылась нет наверно скорее всего готовится еще к открытию потому что люди как-то толпятся все рядом а туда никто не проходит просто смажать жаль надо было нам еще недельку с оксаной дома побыть через недельку приехать потому что еще до конца все не открылось но деревья украшены подсветка уже есть если кто-то хочет пофотографироваться тоже можно спокойно приезжать вот это красиво девушки шляпа такая ну вот я и говорю когда же оксана в оксане проснется это чувство то инстаграма тут надо елку еще свое твоего тут вещи возле каждой елки свои модели стоят у каждой модели своя елка даже там девушка фотографируется оксана в общем да здесь такая открытая площадка для инстаграма и подойдите посмотрите к любой елочки не так то просто вот сейчас елка освободиться оксана ой мне смешно и вон там красивая очень елочка уже большая поставлена как всегда традиционно ну что я хочу сказать что в этом году точно так же все оформлено конечно очень хорошо мне нравится что на елках разноцветные игрушки абсолютно разных цветов не как в парке заряди только чисто белые а здесь и елки сами по себе он там сейчас салют какой-то будет или я не пойму что видите готовые люди и станцевать все общем все я говорю настроение внутри нас там центральные фигуры деда мороза лепота оксана наша за 30 не заняты еще и мои гум традиционно гум с потрясающе красивыми елками здесь каждый магазинчик который находится в гуме и не только магазинчик все все как которые здесь точки торговые работают и пойдем подойдем и банки все остальное каждый наряжает и какую-то свою уникальную елочку здесь этих елок видимо-невидимо все в разном в разном стиле вот это что-то с велосипедами связано здесь очень тяжело сейчас что-либо снять потому что людей очень много сюда нужно приезжать в будни вот эта елка каком-то стеклянном куполе смотрите как сделан из и внутри там елка находится и снаружи стеклянный купол чего здесь только нет вот это все в золоте пинку но у меня любимые цвета какой-нибудь красный обязательно чтоб красные какие-то игрушки были красные гирлянды были здесь все в подушечках разных разноцветных я говорю здесь вообще нереально что-либо снять потому что людей просто подойти вообще ни к чему не нереально ты хочешь к фонтану да пойдем мороженое здесь самое главное украшение здесь конечно же это основная елочка огромная сейчас ее на нее на на лучше сверху посмотреть а верху то посмотрите сколько всего интересного орхидеи такое ощущение что живые похоже что живые орхидеи а здесь наступает такой момент что не знаешь в какую сторону смотреть там торгуют игрушками рядом с елкой а вот здесь такие вот игрушки к щелкунчику посмотрите оригинально все это очень сделано я такие бы игрушечки очень хотела на свою елочку повесить так ну давайте подойдем сейчас попробуем посмотреть сколько стоят игрушки елка украшена вот так сейчас посмотрим сколько стоят тысячу тысячу сто стоит вот такой вот фонарик на елочку но это такие стеклянные игрушки котейка котейка тысячу стоят в общем в районе тысячи рублей вот такие вот стеклянные игрушки и причем смотрите как живенько идет торговля то есть находятся люди которые покупают за эти деньги шарики с москвой с мулькой москвой тысяча шестьсот такие шарики большие красота а вот это игрушечки из мультфильмов из разнообразных мультфильмов видите какие еще у кончик здесь и крокодил гена и крокодил гена и что здесь еще такого интересного дед мороз здесь разные дед мороза это все такая музыкальная и музыкальная и с машинками и ноты даже на елке висят ну красавица однозначно каждую елку видишь и думаешь ну все это самое красивое а потом видишь другую и понимаешь что нет предела совершенства для этой елочки нет ни одного человека я решила что-то несправедливое эту елочку тоже нужно обязательно показать ну хотя украшена она но все равно нормально украшена дубая елочка будет красивой но вот эта вот украшена конечно бесподобно вся в золоте вся в золоте блестит переливается семи огнями для гостей столицы если кто-то сюда приедет то конечно постарайтесь приехать лучше в будний день потому что в выходной день здесь что-то нереальное лепота а это елка вся в часах внушительные часики такие а еще елку можно украсить открытками если нет денег на игрушки но есть какие-то такие старые открытки или этикетки то пожалуйста вот это по моему этикетки это идея для вани кстати для моего ух ты ух ты шикарно так сейчас подойду к елочке которая мне понравилась вот из этого ряда больше всего это вот эта елочка мне нравится что у нее голубая подсветка синие такие синие голубые игрушки и часы очень оригинальное а время почему-то у всех 10 минут 11 это уже не первые часы я вижу 10 минут 11 почему-то время а здесь какие-то легкие воздушные балерины смотрите какая прелесть вот я говорила сегодня про открытки а точно так же можно еще и конвертами украсить елочку смотрите какое количество здесь конвертов и что-то даже написано исполнение желаний каких-то оригинально что ребят но я не знаю здесь нереально мимо каждой пройти каждую хочется порассматривать здесь вот что-то такое с хрусталем сделано с подвесками с такими хрустальными когда свет преломляется там то смотрится это все бесподобно как такие сосульки на улице и посмотрите здесь вот такая вот атмосфера она вся праздничная яркая сияющая вот это что такое как песочные часы СССР вот эта елочка тоже в моем стиле белый, красный, белый, красный белый, красный тоже большие красные шары красный октябрь красный октябрь ни с кем и ни с чем не спутаешь все знают мне кажется эти конфеты легендарные конфеты каракум роща красная шапочка самая узнаваемая конфета ну и конечно же вот это да кто не знает все знают даже лесенками можно украсить елку вот еще одна елка от красного октября мишка косолапый тут даже мишки смотрите их не сразу рассмотришь внимание сразу же конфеты отвлекают но здесь еще и мишка вот такой вот симпатичный сидит внутри прелесть ведь правда в общем мне кажется гум в этом году превзошел сам себя по веселому мранству каждый год елки делаются все красивее и красивее по сравнению с предыдущим у меня есть два видео по-моему по гуму предыдущих годов если кому интересно как в предыдущие года наряжали можете посмотреть вот это прям необычная елка что в профсоюз какие-то шары ух ты какие-то олечки на черных ленточках такое вообще впервые вижу на черных ленточках золотые игрушки голубые огонечки и музыка такая чудесная что ноги сами несут тебя в пляс в общем вот таким вот образом прогулялись мы по гуму зарядились новогодним настроением даже если этого новогоднего настроения у вас нет вы попадаете в гум попадаете в центр видите это великолепие это блистающее великолепие этих ярких огоньков очень бесподобно красивых игрушек такое количество людей которые всем ходят это все восхищаются что ты по неволе по неволе выходишь оттуда уже немножечко другим человеком знаете как ты же любишь глазами и ты все это запоминаешь все это впитываешь все это остается у тебя так ну а мы идем к охотному ряду посмотрим обычно там еще тоже начинается фестиваль путешествия в Рождество очень много красивых елок посмотрим на сегодня на 7 декабря украшено там что-нибудь или нет ну а с гумом мы на этом прощаемся слушайте но до 13 числа еще к сожалению видите целая неделя и все еще только готовится к открытию фестиваля такого замечательного фестиваля красочного яркого мне кажется самого яркого в Москве который у нас проходит поэтому еще пока что ничего не работает елки конечно уже стоят на месте но еще без праздничной иллюминации я думаю что через неделю здесь конечно же все будет блистать сиять откроются вот эти павильончики все с едой со всем остальным елка уже самое главное украшение здесь появилась но пока что еще к сожалению не зажглась нравится наше московское метро слушайте то мы зашли там что было александр этот хор хор посвящено а сейчас зашли выставкам посвящен вагон можно узнать когда какая выставка видите память поколений было 8 декабря вот это вот наверху все украшено с одной стороны с другой стороны все вот эти вот плакаты еще только не увидишь метро двери закрывают и знаете в общем когда всегда я еду в центр мне всегда задают вопрос где Ваня где Ваня почему без Вани почему вы едете без Вани Ваня ответь пожалуйста на этот вопрос раз и навсегда почему без Вани потому что я устану сильно буду ну это может быть те кто подсказал такой ответ что ты устанешь ты сейчас по-моему у меня свалишься что ты расскажи что ты действительно не хочешь реально а почему тебе не тебе разве не красиво там на красной площади такие красивые огонечки все сияет елочки везде кругом красивые я буду хотеть кушать у меня устанут ноги что ничего через плечо это где ты такой что услышал вообще в общем ну я хочу что сказать дети все разные у всех свой уровень подготовки всего остального ну Москва помимо того что это праздник это радость и все остальное это конечно же еще и усталость от дороги от очень большого количества людей скопления большого народа чтобы еще ребенок не потерялся допустим то что мне приносит удовольствие там допустим долго ходить да то Ваню это совершенно не радует он устает и ему хочется где-то посидеть вот поэтому если ехать с ним куда-то да то это проще где-то вот снять какой-то недорогой гостинице номер остаться там с ночевкой нагуляться целый день вот прям по городу потом пришел к тебе никуда не нужно ехать ни на электришке ни на чем переночевал отдохнул и домой уже со свежими силами поехал ну это с моей точки зрения а так Ваня дома сегодня нагулялся он с Мишей наобщался с папой наобщался сидит довольный и счастливый ну а всем как всегда желаю добра удачи позитива обязательно увидимся с вами вновь пока 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 кстати сижу сейчас выбираю на тикет лэнде ну неважно в принципе где новогоднюю елку не знаю куда определиться с Ваней отправиться вот но нам конечно ближе Микини на день рождения Деда Мороза но не знаю насколько там это интересное шоу ну вот Золушка Плющенко думаю что наверное тоже довольно таки интересно потому что это ледовое шоу будет письмо Деду Морозу что-то в Кремлевский дворец не хочется в Москвариуме мы были с Ваней но мне понравилось Ване не очень цирк я не уважаю там где с животными связано поэтому не хочу пираты затерянный остров это метро спортивное далеко от нас потому что нам все-таки нужно где-то на севере на северо-западе светик семицветик хрустальное сердце в домике ну это 31 числа конечно же не годится мы никуда не поедем 31 а где-нибудь для нас самое оптимальное там с 20 по 25 рождественская сказка серебряный мальчик кропоткинска ну это вот в принципе в центре это храм Христа Спасителя в общем вдруг кто-то где-то был и вот вам очень-очень понравилось вот что прям можете посоветовать чтоб ребенку было не скучно потому что все-таки там ну не знаю вот в Москвариуме мы были мне понравилось очень а Ване так себе русалочка параллельные миры кстати тоже водный стадион это от нас в принципе не очень далеко ну и вот спектакль овербуха волшебник страны ОС 27 числа это тоже ледовое шоу вот куда бы вы посоветовали сходить если кто-то где-то был кому-то где-то прям очень-очень сильно понравилось как хорошо сейчас удобно раз сел и купил билет тут же никуда ехать никуда за билетами идти не надо двином звук плохо это ogle вот вот это от umber